друзья всем привет слушайте ну послушаем сегодня такой комплект мы его кстати слушали по моему именно в таком виде но мы его слушали на втором этаже в помещении где у меня сильное эхо а сейчас мы послушаем здесь здесь акустические свойства немножко получше и что же это будет это будет акустика svs prime tower и эстрадный усилок yamaha p 4500 значит смотрите вот меня честно сказать знаете я иногда очень так резко негативно реагирую пишет какой-нибудь там чувак не разобравшись в ситуации там или еще как-либо или может такой сам по себе бзыкнутый вот это все хлам выкинь на помойку а вот у меня там акустика и называть каком-нибудь там значит прошли что же у вас за акустика называет какую-то акустику значит я открываю открываю смотрю его акустика стоит там две с половиной тысячи долларов и он такой вот у него крутая акустика значит например последний один из последних был у него heko 700 забыл точно как модель называется 700 и так вот цена за новую пару было 200 тысячи долларов и чё выпендриваться svs prime tower стоит сейчас продажи полторы штуки баксов дали evidence 15-20 лет назад 15-20 лет назад стоили 2400 баксов то есть это уже четыре штуки баксов а ты мне хвалишься там своей акустика которую тебя там за две с половиной штуки баксов это что какой-то детская песочница мериться пиписками что ли то есть ну считаешься там крутая классная акустика ну и сиди наслаждайся зачем приходить как-то вот это дешево понтоваться и у меня-то и так скажем это проходные варианты я послушал побался купил еще что-то я могу купить акустику за 15 штук баксов но мне она нафиг не сдалась поймите я люблю слушать разную акустику и фишка в том что если я буду покупать акустику за 15 штук баксов я вам выложу одно видео там не знаю раз в несколько месяцев или раз полгода а если я буду брать акустику попроще я вам выкладываю видео вам каждые там три дня минимум раз в неделю и совершенно разные варианты причем меня интересно тоже послушать совершенно разную акустику и порой перепадает мне действительно и достаточно таки топовые модели и далее у меня уже не одна модель была топ у меня было много разных флагманов далее у меня керен века были флагманы и много разная как бы акустики и дин аудио были флагманы и множество других но друзья то есть я сейчас говорю поймите это я не понтуюсь потому что просто меня раздражают эти люди когда человек приходит и начинает пыжиться каким-то своим комплектом дома вот и купил блин один комплект раз пять лет наслаждаешься и наслаждаешься хотят у меня таких комплектов за год десяток если не больше но при этом я и слушаю пару дешевые там колонки от музыкального центра какие-нибудь там домашние кинотеатры туфтовые за копейки там все что угодно то есть каждый человек исходит из своего достатка что может то и покупает то есть я не перевариваю вот этот выпендреж вот это чем говорю это я говорю к тому что для меня акустика за полторы штуки баксов это не хлам это дорогая акустика то есть она стоит денег если бы у меня было бы куча лишних денег то я бы занимался либо благотворительностью да и так в общем то я и машину купил или и сделал ремонт 2 этажа сейчас надо будет скоро добираться до мебели ровки этого второго этажа и постепенно на территории куча других дел находится которым заниматься детей надо поднимать всякие там курсы и секции все остальное для чего все эти понты мне непонятно то есть мой канал называется любительский обзор то есть он для обычного рядового слушателя друзья мы слушаем не в звукозаписывающей студии мы слушаем в обычных условиях знаете что происходит вот человек послушал где-то акустику в какой-нибудь в качественно обработанном студийном помещении послушал акустику послушал усилок притащил к себе домой и получил на выходе звук барахло потому что там все настроено там все подготовлено а у него дома самые обычные условия и он сильно разочаровался я же даю другой звук друзья я даю звук который может практически почти каждый получить у себя дома то есть пришел поставил усилок воткнул провода поставил акустику все слушаешь наслаждаешься не пытаешься там найти муравьям не знаю на поле в траве то есть ловишь тот кайф который как бы есть вот ну а теперь переходим собственно прослушки значит мы слушаем svs prime tower начали акустика и сейчас продается пара за нового где-то в районе полторы тысячи баксов ну все зависит от рынка где как скидки не скидки все остальное хочу сказать мне понравилась эта акустика очень понравилась понравилась чем во первых друзья акустика с солидным серьезным звук взрослым звуком звучанием при этом с очень смачным басом и при этом друзья компактная она маленькая но даже сравните вот например вот эти скажем svs prime tower и дали evidence дали evidence почти в полтора раза больше вот а здесь и свои с prime tower таки компактненькие маленькие вот и что по параметрам значит сопротивление 8 он одна колонка весит друзья забыл честно забыл что-то около там 17 или 18 килограмм но знаете когда уберешь их руки этих малышей и такой о паньки то есть чувствуешь вес примут у них мне даже надо кажется что тот вес который написали он на самом деле больше они больше весит чем написано вот значит частотная характеристика с 30 герц до 25 килогерц сопротивление 8 ом рекомендуема мощность усилителя от 20 до 250 ватт на канал друзья вам хватит этого для домашнего использования с запасом даже для небольшого зальчика вполне подойдет но есть один параметр слабоватый конечно которая менее который меня немножко разочаровывает но с другой стороны мне их все равно хватает акустики выше крыши хватает но чисто знает параметр как бы напрягает у них достаточно низкая чувствительность я не помню по моему было что-то 87 децибел или 88 децибел на 1 ватт на 1 метр ну для сравнения удали у них там 91 или 92 децибела то есть на то же самое мощность они будут орать в два раза громче вот теперь мы слушаем на таком эстрадном усилке ямаха п 4500 значит друзья этот усилок выдает на 8 он в стерео режиме номинальная мощность 2 по 460 ватт и на 8 и на 4 омах 2 по 620 ватт в мостовом режиме он дает 1240 ватт на 8 он на 1 канал значит и возникает вопрос блин можно же спалить тем более смотреть крутилки выключены почти на три четверти можно же спалить акустику не друзья не переживайте акустику мы не спалим потому что входное напряжение рабочего силок один вольт чтобы он выдавал свою вот эту полноценную мощу вот кстати на акустике беринджера там я поставил через предусилитель на концертную силу вот там была моща как бы а здесь у нас идет с телефоном и там выходное напряжение 100 150 милливольт то есть по сути усилок даже на максимум будет играть раз в 6 в 10 слабше чем он на самом деле может вот и слушаем мы разную музыку без всяких накруток и друзья погнали слушаем все подряд и просто как говорится ловим свой кайф поехали и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»